Здравствуйте! Тема учебного занятия – «Качественные характеристики растворов». Целью занятия является формирование представлений о качественных характеристиках растворов. Важнейшей характеристикой раствора является его состав, который определяет раствор как в качественном, так и в количественном отношении. Качественная характеристика раствора характеризует, из каких компонентов состоит раствор. Количественная характеристика раствора выражает количественное соотношение компонентов. В зависимости от количества растворённого вещества в растворителе, раствор может быть насыщенным и ненасыщенным. Насыщенный раствор – это раствор, в котором при данной температуре уже невозможно растворить новую порцию вещества. Так, раствор, полученный растворением в воде массой 100 г при нормальном давлении и температуре 20 градусов по Цельсию поваренной соли массой 35,9 г будет являться насыщенным. То есть больше, не изменяя условий, растворить поваренной соли мы не сможем. Но если мы попытаемся растворить больше 35,9 г поваренной соли в 100 г воды при таких же условиях, то часть соли не растворится и останется на дне сосуда. Раствор над слоем нерастворившейся соли будет насыщенным. Ненасыщенный раствор – это раствор, в котором при данной температуре еще можно растворить дополнительное количество вещества. Если мы добавим при такой же температуре и давлении в воду массой 100 г поваренную соль массой 20 г, то данный раствор будет ненасыщенным. Таким образом, растворилась вся соль, но раствор будет ненасыщенным, так как еще можно дополнительно растворить 15,9 г до насыщенного раствора. Таким образом, ненасыщенный раствор содержит меньше вещества, чем насыщенный. Понятие «насыщенный» и «ненасыщенный» растворы тесно связаны с температурой. Один и тот же раствор при одной температуре может быть насыщенным, а при другой – ненасыщенным. Некоторые жидкие вещества могут в воде растворяться неограниченно, то есть они в принципе не образуют насыщенные растворы. К таким веществам можно отнести уксусную кислоту, серную кислоту, спирт. О растворении таких веществ говорят, что они смешиваются с водой в любых соотношениях. Существуют различные способы изменения характеристик растворов. Например, добавляя растворитель, воду, в насыщенный раствор, мы также превращаем его в раствор ненасыщенный. И наоборот, ненасыщенные растворы твердых веществ можно перевести в насыщенные. Первое – растворением дополнительного количества вещества. Второе – выпариванием воды из раствора. Третье – охлаждением раствора. Для качественной характеристики растворов широко используются также понятия концентрированный раствор и разбавленный раствор. Концентрированный раствор – это раствор, в котором содержание растворенного вещества больше содержания растворителя. Разбавленный раствор – это раствор, в котором содержится мало растворенного вещества и много растворителя. Обратите внимание на рисунок. В обычной жизни, как и в химической лаборатории, часто возникает необходимость изменения содержания растворенного вещества – как уменьшения, так и увеличения в растворе. Этого можно достичь четырьмя способами. Добавляя растворяемое вещество к разбавленному раствору, этот раствор получится концентрированным. Если же удалить часть растворяемого вещества из концентрированного раствора, таким образом мы получим разбавленный раствор. Если выпарить растворитель из разбавленного раствора, мы получим концентрированный раствор. Если к концентрированному раствору добавить растворитель, получим разбавленный раствор. Понятия «насыщенный» и «ненасыщенный» с одной стороны и «разбавленный» и «концентрированный» с другой не следует смешивать. Иными словами, насыщенный раствор может быть как разбавленным, так и концентрированным. Аналогично, ненасыщенный раствор также может быть и разбавленным, и концентрированным. Например, в воде массой 100 грамм максимально при данной температуре растворяется 80 грамм вещества. Тогда раствор, полученным растворением в 100 граммах воды, например, 1 грамма этого вещества, будет ненасыщенным и разбавленным. А при растворении 70 грамм вещества получим концентрированный, но ненасыщенный раствор. А теперь проверьте себя. Растворимость нитрата натрия равна 38,6 грамм на 100 грамм воды. Насыщенным или ненасыщенным будет раствор нитрата натрия массой 415 грамм, в котором содержится 115 грамм соли. Запишем условия задачи. Решение. С – это коэффициент растворимости, который показывает, какая максимальная масса вещества может раствориться в 100 граммах воды при данной температуре. По условию задачи нам сказано, в 100 граммах воды растворяется 38,6 грамм нитрата натрия. Рассчитаем массу воды в растворе массой 415 грамм. Для этого от массы всего раствора отнимем массу соли нитрата натрия. 415 минус 115 грамм. Получим 300 грамм воды. Рассчитаем массу соли, которая может раствориться в 300 граммах воды. Для расчета составим пропорцию. В 100 граммах воды растворяется 38,6 грамм нитрата натрия. В 300 граммах воды растворяется x грамм нитрата натрия. При выполнении расчета получим, что в 300 граммах воды можно растворить 115,8 грамм. Такой раствор будет являться насыщенным. Но у нас по условию задачи в этом растворе 115 грамм соли нитрата натрия. Следовательно, еще 0,8 грамм соли можно дополнительно растворить. А если еще можно растворить дополнительное количество вещества, то такой раствор является ненасыщенным. Подведем итог нашего учебного занятия. По насыщенности растворы бывают насыщенными и ненасыщенными. По содержанию растворенного вещества растворы бывают концентрированные и разбавленные. Раствор, в котором содержится много растворенного вещества, называется концентрированным. Раствор, в котором содержится мало растворенного вещества, называется разбавленным. Обратите внимание на то, что необходимо выполнить тестовые задания модуля. Всего вам доброго!